На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Из дебютантов-фавориты вместе с игроками и главным тренером гомельской волейбольной команды «Энергия» мы решили подвести итоги завершившегося сезона. В первый год выступления в элите чемпионата Беларуси энергетики сначала заняли третье место в регулярке, а затем подтвердили свои турнирные позиции, обыграв серии за бронзу «Витебский» и «Марка» в ИГТУ. После игр с «Шахтером», которым мы сыграли 2-3, 2-3 и 1-3, то есть дальше не прошли, конечно, психологическое состояние команды было немножко в упадническом состоянии. Дальнейшие игры за третье место, в котором мы играли здесь дома в Гомеле, с «Марка» получились такие тоже напряженные. Хотя по счету мы все видим и мы сами понимали, что это все реально. Несмотря на статус дебютантов, тренерские штабы игроки изначально ставили для себя максимальные цели на сезон – в кубке пройти как можно дальше, а в чемпионате стать призерами. Предпосылки к этому были. Костяк команды составили опытные игроки. Сезон выдался довольно успешным. Нам были поставлены цели занять третье место и на кубке, и на чемпионате. Мы их с успехом выполнили. По личным соображениям хотелось, конечно, больше. Старались, боролись с такими более уже титулованными командами, как Минск и Солигорск. Но в некоторых моментах просто чуть не хватило. Мне кажется, после первых игр мы просто заявили, что мы можем, что мы команда, и мы не будем просто так отдавать игры. Чтобы у нас надо игры именно выгрызать. Так что все сейчас в добром настроении, все рады, счастливый сезон закончился. Будем уже готовиться к следующему сезону. В ближайших планах у игроков клуба и главного тренера, конечно же, отдохнуть. Также энергетики планируют провести показательный матч, встретиться с болельщиками и обсудить цели на следующий сезон. Главное из которых – стать первыми и в кубке, и в национальном чемпионате. Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по художественной гимнастике завершилась в Минске. В командном зачете дружина Гомельской из Дюшер номер 4 остановилась в шаге от пьедестала. Четвертое место. В личных состязаниях гомельские грации собрали неплохой медальный урожай. Злата Дятлова выиграла золото в упражнениях с мячом. Маргарита Тимошенко стала второй в упражнении с булавами. В этой же дисциплине, но в другой возрастной категории, Дарья Веренич взяла бронзу. В групповых выступлениях Алина Зубкова, Елена Нестеренко, Вероника Митренкова, Дарья Чекушева и Полина Судиловская выиграли бронзовую медаль в упражнении «Пять обручей» и в многоборье. Команда Гомельской области заняла третье место в первом сезоне юношеской лиги бокса среди атлетов возрастом 13-14 лет. Финальные поединки турнира прошли в Минске. В матчевой встрече за бронзу гомельские боксеры были сильнее сверстников из Могилевского региона – 11-9. В финале турнира сошлись команды Витебской и Брестской областей. В напряженной борьбе победа досталась представителям северного региона страны – 11-8. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.